Страж и Глашатый Книга пророка Иезекииля, 3 глава, с 16 по 27 стих. По прошествии уже семи дней было ко мне Слово Господне. Сын Человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать Слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконника тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, «Когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа. «И он сказал мне, «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавари, и пал я на лицо свое. «И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною и сказал мне, «Иди и запрись в доме твоем, и ты, Сын Человеческий, вот, возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». «И язык твой, я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они – мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им». Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать – слушай, а кто не хочет слушать – не слушай, ибо они – мятежный дом. Размышления, часть первая. «Страж дому Израилеву». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, с 16 по 21 стих. «Дело стража – быть на чеку и вовремя предупредить о приближении врага, чтобы жители города могли укрыться. В данном случае против Израиля выступает сам Бог. В первой главе Господь предстает божественным воинам, идущим с севера, судить свой народ. Дело, доверенное стражу – это вопрос жизни и смерти, тем, кто внемлет его предупреждению, оно несет жизнь. Для тех же, кто его проигнорирует – смерть. В обоих случаях обязанность стража неизменна. Он должен ясно предостеречь своих соотечественников, иначе сам подвергнется суду. Если страж не подаст голос при приближении опасности, он по справедливости поплатится за это жизнью. Ваши родные и близкие подвергаются опасности без Христа. Слышат ли они ваш голос, призывающий к вере и покаянию? Размышления, часть 2. Божьи уста. Книга пророка Иезекииля, 3 глава, с 22 по 27 стих. После того, как Иезекиилю еще раз предстает видение Божьей славы, подобное тому, что было описано в стихах 24-27, его путь смирения продолжается. Пророк уверенно запереться в доме в одиночестве, молчать и позволить наложить на себя узы. Сам Бог обрекает его на изоляцию, и бежать невозможно. Иезекииль не будет полностью нем, но единственные слова, которые он сможет говорить, будут исходить от Бога и провозглашать Божий суд. Время ходатайства и молитв о милости прошло, и теперь пророку отводится одна единственная роль – возвещать о суде Божьем. Быть пророком Божьим – это непростая задача. Настоящие пророки у людей не в почете. Послушание Иезекииля поражает своей глубиной. Просите Духа своего святого сегодня укрепить вашу веру и дать вам смирение. Молитва Отец, пожалуйста, помоги мне жить, смиренно покоряясь Твоей воле. Я хочу, чтобы моя жизнь соответствовала ей, чего бы ты ни попросил, и чего бы это ни стоило. Пожалуйста, спаси моих родных и друзей, которые еще не знают Тебя. И помоги мне быть Твоим свидетелем. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok